Подписывайтесь на мой канал Кальяна Маклауд Шиша Третье Открыть на своей странице Ютуба подписки Чтобы я когда буду разыгрывать Смог зайти и посмотреть Выполнил ли ты эти условия или нет Четвертое Результаты конкурса Будут в прямом эфире на моем канале 1 декабря Так что дерзая И более подробное описание Конечно же в описании Так что солнце в глаза светит Вот так лучше Так что дерзай А сейчас мы будем смотреть обзор На новый Маклауд Зен Скелетон Ринг Мы приступаем к обзору Маклауд Икс Скелетон Ринг Ой бля нет Маклауд Зен Скелетон Ринг Вот такой вот у нас будет сегодня обзор На этого маленького малыша Сразу скажу по цене На сайте маклауд.ру Он стоит до 8 тысяч рублей Вроде 7 760 Именно за эту модель И эта модель у меня пришла вот Вот в такой вот коробочке А здесь написано Да Это мне значит Да А и давайте смотреть Что у нас есть в комплекте И укомплектовано Это все пиздец Как стремно Ну потому что как бы Когда это все пришло Это было все очень аккуратно Укомплектовано Красиво Но Я конечно же все это Миллион раз курил уже Миллион раз все складывал Потом обратно курил И обратно складывал Поэтому меня это В каком-то моменте Окончательно подзаебало Да И я решил уже Больше не складывать Так вот Давайте смотреть Что у нас есть В первую очередь На что я хочу Обратить сразу внимание Это в том Что MacLeod Поменяли основание Не только на X модели Да То есть на стандартной Но и на Дзенах тоже Вот так вот Выглядит это основание С двумя рабочими дырочками С прикольным коннектором На котором есть тоже Такие штучки И Есть охуительный клапан И который продувает колбу Прям И продулась Не как раньше Я очень рад В том что мы С моими подписчиками То есть с вами Да ребятульки Смогли Добиться Того Чтобы MacLeod Реально поменял На своих классических Моделях Основание То есть Смогли сделать Нормальный клапан Потому что Помните Как мы все писали Комментарии MacLeod Поменяй клапан MacLeod Поменяй клапан Так вот Давайте собственно Разбирать этот момент Здесь все На магнитах И одновременно На орингах Я не понимаю Для чего Зачем Но Наверное Чтобы было Круто То есть Ну магнит В случае чего Всегда Можно Поменять Он собственно Вот так вот берет И Короче высовывается Он хорошо Нормально Беспроблемно Вот такая вот Сложная конструкция То же самое И с клапаном Он имеет Также магнит И оринг То есть Как бы легко Все Что касается Что внутри клапана Внутри клапана У нас конечно же Белая жемчужинка Но Всю эту хуйню Я сейчас вам Должен показать По любому Не не покажу Не смогу Раскрутить Я этот кальян Очень долго Все таки Тестировал И понял Что Я нашел в нем Как минусы Так и плюсы Да Погружная шахта Минус погружной шахты Что здесь уже Изначально Нарезан диффузор И многим Это не нравится Легко Это конечно Решить Это Замотать Это скотчем Но Вся эстетика Пропадет Когда ты куришь И у тебя в ковре Блять Болтается Такая Брухля Из скотча Да Диаметр Большой То есть Широкий Очень Сечение такое Большое Но Как Маклауд Делает резьбу Это отдельное Спасибо Потому что Можно вот так Просто с кайфом Закручивать Так Так Но Есть и минус Смотрите Я не знаю С чем это связано Может я что-то Неправильно Собираю Да Но Вот я закрутил До упора То есть Оп И закручиваем Закручено до упора Да Как бы не сильно Но В пределах разумного Да Теперь Идем к декоративной части А-ля основная шахта Да Она тоже сделана полностью Из нержавейки Имеет вот такое вот Красивое колечко В виде Черепков Поэтому и называется Собственно Скелетон ринг Блять Как все логично И Я начинаю Закручивать Это вот сюда Правильно То есть Я вот так вот Кручу 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 Запутать хочу И тут Бам Все Я дошел Пика То есть И вот это что Блять Маклауд Это что Блять За щель Нах Как будто машина После того как ее конкретно Выебали И какой-то криворукий Ее блять Все таки Откостоправил Но щели Остались Но щели остались Это не проблемно Тогда Но щель Это решается Тем что я начинаю Немного Откручивать Шахту Вниз Вот так вот И Чик Ну почему У меня остается Ход Как бы Вот это меня Вот немного Поразило Вроде Блять Все рассчитано Но нет Далее Под Либо Над Тарелочкой Тарелочка у нас Идет вот такая Классическая И многие Почему-то Жалуются Что она Слишком маленькая Я частично Соглашусь Соглашусь С тем что Да На таких Эксклюзивных Моделях Типа там Скелета Который весь Сделан То родное Блюдце Смотрится Не очень эстетично Но на Дзене На Дзене Это выглядит Все очень круто Очень прикольно То есть гармонично И теперь вопрос На засыпку Ответьте пожалуйста В комментариях Мне все лень Либо я все время Забываю Спросить это У производителей Вот это вот Колечко Оринг Да Вот оно здесь Видите Оно должно быть Под блюдцем Либо должно быть Над блюдцем Да То есть этого я не понимаю Поэтому я ее всегда Как бы Опускаю на задний план И оно у меня Всегда остается Под блюдцем Так Мы это все закрутили И вот такой вот У нас собственно Получается кальян Основание конечно же Классическое Ничего не поменялось С прошлых Дзенов Но в том что Он стал выглядеть Более гармонично И появилось Из нержи Уже собственно Верхняя часть шахты Это очень круто Так вот И давайте Собственно Его попробуем Взорвать И посмотреть Как он курится Да? Да Угли у меня уже Греются Если можно обратить Туда уголечки Кёко Турбо Которые меня В принципе Вполне Устраивают Так Что еще у нас есть В коробочке А да Ребят В коробочке Есть также Это смешная Коробочка Да Которая непонятно Как закрывается И бля Это что такое Как бы это все Должно быть Немного Сделано Сделано Должно быть Все бля Наоборот Было Да Чтобы она как-то Закрывалась Но она не закрывается Так что Мы идем К раскуриванию Этого кальяна И думаю Можно будет Сразу ответить На пару вопросов Вопрос номер один Который сейчас Да Почему на своих обзорах Ты не куришь На своей чашке Все максимально просто Я этим самым Не показываю То что я Ну Только мои чашки Только мои чашки И только мои чашки Да То есть Я спокойно могу Покурить и на РФ И на СРП И на СТ Как бы без разницы Да То есть Я не привязываю вас К определенной Какой-то чашке Да Из-за этого Второй вопрос Дава Почему у тебя постоянно Часто в последнее время Промелькивает дафт Все очень просто Ребят В последнее время Мне очень дико Вкатывает дафт И собственно Дома я почти Курю только дафт И там нет-нет Покуриваю буту То есть Особенно пицца Люди заценят Ха-ха И все спрашивают Дава Показывай Как ты забиваешь чашку Все очень просто Я беру шило Беру чашку Мне не нужна Ни доска Ничего остального И я просто Вот так вот Выкладываю Один табачок Да И собственно Следом за ним Выкладываю Второй табачок Беру И выкладываю И собственно Вот так вот Все это Аккуратненько Выкладываю Да Потом Закрываем Баночки Ручки у нас Чистенькие Лишнего табака У нас Нигде не валяется Мы его здесь Немного Перемешиваем И Поправляем Поправляем Все максимально просто Максимально доступно Чуть-чуть ниже Бортика Чпоньк Чпоньк И все Кстати Это Самая первая чашка Которую я сделал И который Образец Который мне очень сильно Понравился Она до сих пор Не воняет Она до сих пор Не потекла Так Бля Все собственно Вот так вот Мы делаем чашечку Чинг Так короче Мы забили Чашечку Дафтика На моей чашечке Да Как многие Просили собственно И давайте собственно Теперь говорить О характеристиках Маклауда Сразу скажу Мне постоянно Дрочь в комментариях Что за колба Блядь Что за хуйня Да А это колба От Nealux Очень необычной формы И собственно Купить ее можно На amigold.ru Вот все Блядь Все Меня не спрашивайте За колбу Блядь И все остальное Фух Так вот По характеристикам Когда ты куришь В холостую Без чашки Но еще Зависит от того Как ты забил чашку Да То есть ты Получаешь Примерную тягу Чуть-чуть тяжелее Чем у CVP Но у CVP Она реально Просто легкая Здесь же Она более-менее Комфортная Что касается Про продув То что они Изменили основание Сделали нормальный Клапан То вот Маленько-маленько Продули И собственно Мы получили Что? Мы получили Что колба Окончательно Полноценно Продулась Что касается Ценообразования Да Ценообразование Вроде бы За дзен Которую Изначально Компания Маклауд Позиционировала Как что-то Более-менее Бюджетное В итоге Они все равно Ушли В ювелирочку Такую Да И Он стал По цене Не совсем Бюджетный То есть Раньше Я вам скажу Так 8 тысяч До хорошего кальяна Это было Очень дешево Но С каждым месяцем Бюджетный уровень Он все ниже 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 И ниже И скоро Люди будут покупать Кальян за 1000 рублей И орать Что это нихуя Не бюджетно А вот бюджетно За 800 рублей Да Это бюджетно Поэтому я считаю Что ну 8 тысяч За дзен Именно В полностью Изнержи И капроволновом Основания Думаю Ну блять Ну нормально Как бы Конечно не каждый Сможет это купить Но Как бы немного Как бы бюджетно Назовем это так Все зависит от вашего кошелька Для кого-то И кальян-палка За 2000 рублей Это уже не бюджетно Да И каждый хочет Урвать себе кусок Подешевле Я скажу так В целом По курению Он курится нормально Но вот эта хуйня Шахта И мне вот немного Не понравилась И до конца Я ее не понял Я сейчас напишу Маклаудам Узнаю У Игоря Почему именно так Возможно опять Мне прислали Какую-то хуйню Где резьбу Накрутили Чуть длиннее Чем нужно Возможно такое И вообще По факту Сейчас Очень мало Кальянов От таких Известных Производителей Которые Реально Курица Хуева Реально Курица Не все Хуена Но есть Внешние Такие Косяки На которые Стоит Уделять Внимание Я думаю Вы все Помните Про Розыгрыш Розыгрыш Состоится У нас С первого Числа Мы в прямом Эфире Разыграем Маклауд Икс Вся хуйня Что нужно Выполнить Она написана В описании О ебать Не в ту горло Залетела Поэтому Всем удачного Дня Всем продуктивных Рабочих дней А с вами был Дава Дым И обзор На новый Кальян Маклауд Дзен Скелетон Ринг Всем пока Пока ставьте лайки, пишите комментарии про этот ебаный аринг на блюдце, я до сих пор не могу догнать как его правильно одевать